Здравствуйте! Вы на канале Зеленые Питомцы. И сегодня мы поговорим о защите наших любимых сенсивиерий от вредителей. Ко мне вчера приехала новая сенсивиерия. Она из голландских поставок, но встречается очень редко. Продается под названием зеланика нейроу, в переводе узкая. И она действительно очень отличается от привычной нам зеланики толщиной, формой листа и рисунком. Рисунок и форма листа здесь больше похожа на винтергрин, но толщина очень сильно отличается. Здесь листья массивные, прямо стоячие. И, кстати, кому интересно, несколько дней назад я снимала ролик о сенсивиерии винтергрин. А сегодня на примере вот этой зеланики нейроу я покажу, как и чем я обрабатываю новую сенсивиерию в своем доме. И поговорим о профилактике тех растений, которые уже живут у меня давно. Но сразу скажу, я из Украины буду показывать препараты, которые есть у нас. И это те препараты, которые меня ни разу не подводили. И на данный момент все мои сенсивиерии здоровы благодаря этим препаратам. Единственное, что любой из препаратов может быть недейственным, если это подделка. Начну с первой профилактической обработки. Такую процедуру проходят все мои новые сенсивиерии. Для этого я использую флористин. Он продается в садовых центрах, можно заказать через интернет. Этот препарат уже готов к использованию. То есть, если мне нужно обработать одно растение, то это очень удобно. Потому что препараты, которые нам нужно разводить, они обычно разводятся в 10 литрах воды. И чаще всего после приготовления они долго не сохраняются. То есть, приготовил и сразу нужно использовать. На мой взгляд, флористин очень хороший препарат. Это инсектофунгицид. То есть, он борется как с широким спектром вредителей, так и с грибками. По инструкции достаточно одной обработки. Максимум 2 за сезон. То есть, если растения, на мой взгляд, здоровые, как в этом случае, то я провожу обработку всего один раз. И сейчас идем в ванну и я покажу, как обрабатывать. Опрыскиваю со всех сторон и тщательно стараюсь обработать пазухи листьев. Осторожно отодвигаю листики, чтобы препарат зрить как можно дальше. Продолжение следует... Пока розеточка сохнет, расскажу о еще одном препарате. Это санмайт. Кстати, в России он тоже должен быть. Этот препарат уже только от клеща. Кто не знает, тому расскажу, что самый опасный вредитель для наших сансевиерий это плоский красный клещ. Дело в том, что он прячется глубоко в пазухах листьев, выгрызает точку роста и растение погибает. Мало того, он очень заразный, легко перебирается на соседние сансевиерии. И плюс в результате жизнедеятельности этого вредителя присоединяется грибковое заболевание, ржавчина. Она тоже очень быстро распространяется по всему подоконнику. Поэтому самое главное не допустить появления этого клеща у себя дома. Поэтому я раз в полгода, весной и осенью, и дополнительно обрабатываю все свои сансевиерии санмайтом. Это порошок, который по инструкции разводится на 10 литров воды, но я всегда развожу на 2 литра. Провожу обработки 3 раза, с интервалом в неделю, и так 2 раза в год. Этот препарат оставляет следы на листиках, и где-то еще 2 недели после обработок я их не смываю. Существует мнение, что клещей нужно обрабатывать каждый раз препаратом с другим действующим веществом, потому что клещи привыкают и уже не реагируют на этот яд. Но я пока пользуюсь только этими препаратами, никаких вспышек клеща нет. Самое главное это правильно проводить обработки, стараться попасть как можно глубже в розетку между листиками, и обязательно соблюдать интервал в 7 дней между тремя обработками. И, конечно же, соблюдать меры безопасности. Здоровье растения это важно, но наше здоровье намного важнее. Вот сенсивиерия просохла, будем ее укоренять. Она совсем без корней, не адаптирована, но срез сухой, поэтому смело можно уже сажать. В этот раз я буду укоренять просто в перлите. Здесь 2 стакана, один с отверстиями и другой без. Немножечко полью. Следующий полью будет, когда перлит полностью просохнет. На укоренение обычно уходит около 2 месяцев. И в следующий раз, я надеюсь, мы встретимся с этой зеланикой Неро, когда буду сажать ее уже в постоянный горшочек. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если видео было полезным, ставьте лайки и пишите комментарии.